здравствуйте друзья если вы слышите в новой англии кто-то бит по-русски женщина ее зовут светлана значит вот одна светлана вы ее знаете другая светлана вот у нас тут еще одна светлана у нас была вчера снималась до молодой человек его зовут лёша лёша порой по-русски можешь сказать привет но неважно значит светлана у нас под питером жила где говорите грязи сейчас все кто из приозерска пишите привет хорошо вы сейчас пойдем погулять велосипед твой а тут ветрено вообще или как последние дни до ветрено если вам может не комфортно я же меня хорошо без корочки а ты возьми так пошли ну пусть стоит да вот мы тут навещаем светлану она живет в таком месте которое называется кейп код но тут на кейп коде тут несколько городков у нашего такое смешное название барн стейбл это как стоило такое да получается амбарная ну стейбл это где вот лошади стоят а барн это амбар не на самом деле вот дорога по которой приехали она такая крученая это специально для лошадей было сделано вот видите как я ну хорошо значит уже у вас тут я бы сказал вообще она называется дорога королей вы что а до океана далеко пешком если вот мы сейчас друзья пройдем эти десять минут божья кто ухаживает поливать надо вот или цветочка так давай малыш ты не это не не упадешь нормально потому что если как моря специально для него сделать если я залезу слушай а чё это дерево у вас во мху надо его как-то не знаю почистить а и так она это как бы у всех так или это просто ваше такое дело у нас так друзья вот мог видели хорошо ладно ну что же давай пойдем а чем как бы вам красивый чудо это все у них тут территория этого участка ничего себе батареи солнечные наверное там у них теплицы какие-то под пленкой под пленкой или так вот друзья русская женщина коня на скаку остановит мамку мамку любишь так вот наш ответ чем берлина вот еще лодка небольшая лодка друзья так муж светланы американский дяденька его зовут ник ну так коляна по-нашему вот у него лодка такая там моторчик есть чё не закрыли я не знаю вообще скажешь такой безграничный простор эти вот они как бы живут свет а вы знаете какой размер участка вашего три четверти акра это что-нибудь там 30 соток я помню перечисляла если они большой но большой а это что за буржуй там у нас сосед полицейский вот они как-то не бедный сосед ну да ну чё пошли вот друзья по этой грунтовой так сказать дороге визжают выезжают автомобили за участок может мальчику ручку дальше пункт через дорогу понимает понимает света давайте рассказываете про себя с чего начать с самого начала выливают в этом я название забываю жили в этом своем в этом родились прямо да пошли куда идут осторожно тут машина не летает жили в приозерске родились там школу закончили образование получали где какой-то логическое образование если культуры в питере по какой специальности то есть язык вы там учили не то что в английской школе учились там день я училась в обычной школе потому что приодерск город маленький спецшкол у нас нет так хорошо и учили английский так подождите от приозерска до питера далеко три часа электрички ничего себе как а что ж там господи а в это северо-карильский перешей на ладожском озере находится на ладоге и на реке в локсе так там рыбка да рыбка вся ну хорошо вот люди которые там живут они что потом делают там спиваются или что выезжают но вы что сделали среди моих друзей так знакомых одноклассников многие уехали города большие москва потому что там карьеру сделать легче деньги заработать хорошо вы куда а вы куда оттуда я решила в питер поехать и соответственно в питере после окончания института найти работу тем более вы там и учились ну хорошо так вы где работали в каком есть какое-то учреждение где работают экскурсоводы я много поменяла работы работала в разных туристических компаниях экскурсоводов а не то что вот скажем там в эрмитаже своих экскурсоводов да там такая есть система нанимали видов переводчиков так называемых с английским языком но зарплату прилично платили жить можно даже это сезонная работа летом очень много туристов конец мая и где-то за середина сентября много туристов а потом мертвый сезон поэтому я сменил деятельность и за это вошел очень маленький доход но в сезон нормально зарабатывать если много работы тогда но было очень много конкуренция среди англоговорящих гидов у меня не так много работы как хотелось бы зарабатывать а туристы какие-то дают вот там кажется ну графики и скотинка американцы очень много этого они щедрые кстати американцы австралийцы больше всего американцы немцы не очень американцы мексиканцы кстати финны так а где океан то сюда все свернули так хорошо а как вам после все таки большого города там для как питер как вам вот в этом маска селе другая жизнь совсем все другое мало народу а не страшно было вообще вот из питера уезжать какую-то америку там или вы здесь бывали раньше я вообще приехала когда первый раз с мужем познакомилась я ехала вообще к друзьям гостя не к нему я немножко узнала америку и плюс в россии когда я жила работала с американцами переводчик я немножко знала про сша про жизнь в америке через работу вот с этим американцами шока не было какого-то культурного или там я не знаю я не могу сказать что шок был хорошо может я знаете просто забываю же время проходит что-то забывайте но не скажу что я в шоке мне знаете больше всего поразило когда в америке было больше всего смешной случай расскажу что я жила под нью-йорком у знакомого он мне дал жилье ну около что он его собирался продавать и поставала квартиру и он говорит поживи пока ты тут ну в нью-йорк осматриваешь да вот и надо было дойти до железнодорожной станции с этого дома прилично где-то минут 15 пешком так я поздно возвращалась в общем с экскурсии с нью-йорка и иду в темноте ну как бы дорогу в принципе знаю думаю ой какая-то кошка пробегает я кис-кис-кис ой какая-то хорошенькая что оказалось что запах какой-то пошел скулз не очень-то оказалось что это скулз он облил меня и я пришла в этот дом и была эта зима у меня пуховик тёплый шапка и все очень прям пролоняло и я даже не поняла что это в россии у нас нет спонсоров слушай мы тут ходим вот как даже они какие-то громадные усадьбы да люди гигантские богатые люди потому что около океана очень дорогая есть место где гостиницы просто не в этом месте в городе хаэнос и конечно есть тут на вот этой дороге она рут сексе идет через весь кейпкот и есть как это bed and breakfast места но не такие крупные отели там типа хилтон а вот как же люди говорят что вот там ой поезжайте туда там курортные места то есть стоять тут особо негде не они тут тут на самом деле просто надо знать заранее это бронируешь тут много и обе-н-бе предлагает букинг люди свои места сдают муки ты смотри лужайка прям как у белого дома ничего себе живут люди свои этажа во флаг воткнуть да ну что же что-то я что-то мне это запоминает я не знаю пионерский лагерь друзья здесь удивительный воздух тут пахнет вот действительно запах пионерского лагеря кто ты цветочки и зеленюшки да вот цветочки пожалуйста вот вы еще думаете а я шучу что ли это не сирень колючие но пахучие цветочки так друзья те из вас кого ботаники скажите нам что это вы чуть не упал вот они вот они цветочки так пошли лёха давай отчеты он что понимает все но не говорит да глазки голубые свои сюда посмотреть камеру голубые глазки отлично пошли лёше 5 лет лёше 5 лет так хорошо а вот я извиняюсь может быть пару слов как американская мать вы нам скажете как вообще рожается в американских роддомах очень у меня был очень хороший опыт я не скажу что это очень приятная процедура рожание больно и все такое но вот как сервис как обслуживаю до сервис очень очень мне понравился очень кормят хорошо не то что кормят отношения персонала тебе очень человеческое сказал со всех сторон и от врача и от медсестер и от санитарок ну вот хорошо очень как-то вот чувствуешь себя душевно хорошо и улыбаются там до заботиться ну и не то и чем занимались первое время вообще работали вообще я честно сказать сразу когда приехала мне муж сказал говорит что ты хочешь делать да я говорю я не знаю что буду делать со своим тут российским дипломом гидопереводчиком в этом маленьком деревне где тут экскурсии буду водить он сказал давай пойдем о постойте надо здесь снять друзья вы смотрите туда отлив итак это пойдемте комьюнити колледж изучать что там сети подалась ходим и есть специальные люди которые основываются на твои знания желания тебе к консалерс окей хорошо помогло и помогло они мне сказали ой типа вот ты знаешь ой ты же русский знаешь и английский давай попробую на медицинского переводчика учиться не сестру именно переводчик потом копейки платят только я выучилась и на самом деле тяжело было найти работу в этом районе потому что если русские туда не есть они есть белоруссия украина если русские но они все владеют языком нужен переводчик где-то под бостоном а вот так если вправо пойти это это частная собственность а куда смотрят ой-ой-ой так ладно идем и тяжело было не найти работу находилась работа была в основном раз в месяц может быть позовут крутой за счастье раз месяц хорошо надо было в бостон ехать это час хорошие советники друзья вот в этих вот учреждениях колледжер а что нам не пошли вы знали наши каналы да я кстати подумывала мне когда осталось смотрите думал ой может пойти какие бабки сейчас грибла гасит но потом как-то дети родились потом неожиданно муж у меня заболел у него в общем мы с ним съездили в россии он оттуда привез инфекцию стафилококк на ноге ели мы добрались до дома приехали в больницу и в общем он больницу провел почти месяц я с ним там как бы пыталась и ночевала с ним еще тогда не было он в общем пока там было было много медсестер и одна из них была русская медсестра вот я смотрела как она ему оказывает ну как меняет ему повязки на ноге как она с ним разговаривает я говорю ой а где вы учились она да вот кейп-код комьюнити колледж она готова вы попробуйте может обратитесь будьте медсестрой то есть в том же самом комьюнити колледжи где вас ориентировали на черт знает что так и сколько идиотов дают советы другим людям да еще и за деньги правда за небольшие какие советы дорого не стоят хорошо я в этот же день как она мне сказала поехала кейп-код комьюнити коллочкой этим живот советникам вот и они мне сказали ой правда это я говорю вот расскажите мне про программа медсестер что надо делать не готова вам надо очень много предварительных предметов взять типа химия анатомия физиология физиология действительно так или это не вы думаете нет это у нас действительно так я думаю что давайте я попробую в общем так и начала учиться долго заняла 2019 года а пандемия же еще да не не вру даже раньше 2018 год и в общем я очень много взяла предварительные предметы общем и анатомия там две части химию и английский психологию очень много вот и поступила в кейп-код комьюнити коллочная класс медсестер и я как бы в эту сферу вообще ноль было в медицине россия медицина вообще не занималась было тяжело очень потому что как система обучения очень другая другая чем в россии ты больше сам как ты сам должен себе расписание что ли составлять чтобы сдать хорошо экзамен тебе дается куча материала ты должен сам определить как тебе какая система тебе подходит как все это выучить к экзамену но вы нашли себе путь до первых первый семестр я завалила то что было очень тяжело я не знала как учиться много книжек и не знаешь что спросит на экзамене а на экзамене вопросы сложные на как это критическое мышление и вот это критическое мышление у нас на нашем институте нас так не учили было тяжело надо как бы это все на практике что понимать и в общем я завалил и так получилось что я пришлось поступать в другой колледж даже этот колледж меня не принял и в общем во втором колледже все успешно закончилось и насколько вы учились там уже вот в том колледже я начала с января 23 года и в апреле вот этого года я закончила получила диплом хорошо с дипломом устроиться легко сложно мне уже звонят и предлагают работу оплатить прилично вот с точки зрения ну так относительно другого но то есть ваша должность это что такая вы там бренды старт нерс или какая я не знаю если вы знакомы с обязанностями этой вот медсестры она даже серьезная такая позиция а что платит примерно вот начинающему а почему сейчас но это постоянная позиция или контракт постоянно ты можешь в зависимости где работаешь если ты в больницу идешь чтобы подлучать социальный пакет да тебе надо 32 часа в неделю работать чтобы быть по фултан да сечка давай мы вот эти матерые тетки были а тут у нас начинающая девочка так значит а что там вот давайте на океан посмотрим там как-то мелко вот или что это отлив просто мы попали то есть у вас отлив какой чувствуется хорошо вот там вот там это залив это не не открытый океан пошли пошли нет нет но открытые или мы залив океана тут видите вот тут такая гряда это песчаная называется сэндинэк да то есть я не знаю я думаю что да наверное залив правильно тут я явно тут не есть водичка может прогреваться хорошо да вот сейчас пока холодно даже это бостон это вот в той стороне это север так а юг у нас там нью-йорк в ту сторону где нью-йорк пляж а там теплее вода чем здесь на севере ну что же хорошо а тут есть такое чтобы люди там приходили покупаться мы просто с вами пришли не на такой не на общественный пляж тут в основном люди лодки свои как это оставляет марина это то место друзья где лодки завозят я понял они завозят отсюда лодки задним ходом тележку туда закатывают и лодочку спускают вот такая типа стоит машина с тележкой видите она тележку ставит лодочку понял здесь такое место для заезда но я бы сказал что не не культурный пляж то есть тут не предназначено чтобы люди ходили ничего не благоустроено так просто погулять а тут еще знаете место где люди ходят как это собирают моллюски да вот тут устрицы да побывают для этого люди лицензию покупают и можно определенное количество нет для себя любой человек может пойти в городскую услугу купить эту лицензию и пойти собирать устрицы всякие моллюски друзья вы не представляете какие здесь ароматы вот мы пытаемся вспомнить что-нибудь такое похожее для ассоциации вот пионерский лагерь знаете пионерский лагерь лиственные деревья ну вот тут с этой стороны не все лиственные как мы но вот лиственные деревья и немножко влажность и цветочки растут ну просто нету слов прям как пионерское детство нас жизнь окунула да смотрите как это ну это и не тропики правильно же но тоже какой-то цветочек такой симпатичный да может это калы какие-то даже не знаю нет вот здесь живёт директор пионерского лагеря ciert мэйл бокс да а для чего мэйл бокса красный плажок знаешь нет з знаешь расскажи зачем красный флажок на почтовом ящике флажок показывает что в ящике что-то есть или надо забрать почтальону или надо хозяину забрать то есть флажок это прижив к действию а босиком тебе не колется там ходить он алексей все понимает по-русски общительные пацан у него еще есть брат два года миша зовут да они дружные и он тоже такой белесенький голубоглазненький очень симпатичные мальчишки вот и живут мускать на даче воспитываются ты в школу ходишь а чего вас там будет в школе что вы там играете не будет да а вас лучше читать и писать читать и писать умеешь но хорошо ладно он понимает все по-русски но отвечает по-английски разговорный платки практики его мама специально с ним говорит по-русски дома возможно папа по-английски и растет он такой вот байлингвый да так осторожно смотри машинка идет птички поют здесь прислушайтесь птички и машина тоже машины любит все время как увидит машины вот машина какая мне нравится поют я не знаю вам слышно не слышно но очень хорошо здесь и птички поют сейчас это вот как бы этот местный хайвей называется 6a 6a но он же еще и мейн стрит когда по городу идет он у них называется мейн стрит вот мейн стрит вот адрес у твоих родителей по мейн стрит вот она мейн стрит она же хайвей 6a 6a да